Микс Ньюс Утро на Болткоме Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Утро на Болткоме. Сегодня его проведем мы, Артём Липин, Абик Элкин. Доброе утро. Звукорежиссёр Евгений Копеин. И сегодня у нас в гостях руководитель Национального художественного музея Марлац. Здравствуйте. Доброе утро. Напомню, телефон напрямую эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9 или пишите нам на WhatsApp 2-3-0-61-91. Да, ну 19 мая возобновили работу музея, в том числе и Национальный художественный музей, я считаю, один из таких наших ведущих музеев. Ну, может быть, перед тем, как перейти к тем событиям, которые были после 19 мая, вот ваши ощущения, как музеи вообще жили, ваш музей, когда фактически ничего не происходило до 19 мая, ну, фактически с 13 марта? Да, конечно, эта ситуация была, можно сказать, очень интересная и непривычная для музея, потому что всё-таки музеи – это такие учреждения, которые созданы для посетителей, которые созданы для людей, которые приходят, смотрят и что-то узнают или увлекательно увидят там музеи. Но, конечно, можно сказать, что с одной стороны, можно твердить, что музейные сотрудники могут работать и вне музея, они могут работать в отдалённости, это изучение, это исследование, это обрабатывать коллекции и так далее. Но истинная жизнь музейного сотрудника, конечно, это когда он работает с посетителями, создаёт выставки. И, конечно, можно сказать, что это время, мы не были так, что мы не работали. Мы, конечно, всё время работали тоже. Я, например, почти 7 дней была в музее, и у меня было такое чувство, что нельзя уходить из этого места. И, ну, создавались новые проекты, сейчас мы скоро откроем новые выставки тоже, над которыми должны были работать. Но, конечно, график наш изменился, перенесены выставки на следующий год тоже. И сейчас мы как-то начинаем привыкнуть к этой ситуации, когда мы должны опять заново привлечь нашего зрителя, как ни странно. Потому что мы привыкли, что мы хорошо посещаем, мы привыкли к тому, что зритель нас любит, приходит к нам. И у нас, в принципе, не было такого состояния, когда нас не посещали. И я могу сказать, что художественный музей был закрыт, конечно, если мы смотрим в истории, был закрыт некоторое время, военное время. Но это тоже не всё время. Потом было неделю закрыть, когда были январские события в начале 90-х, когда было тогда из-за таких разных описаний закрывался музей. Я помню, на одну неделю был закрыт. Но, конечно, эта ситуация, которая сложилась вот с этой пандемией, это было что-то действительно чрезвычайное состояние. То есть так долго музей не был закрыт, получается, со времён Второй мировой? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Ну, такой вопрос, который возникает, по крайней мере, у меня как человека, который изнутри музеев не работал практически. Вот эти два с половиной месяца, почти три месяца. Почти три, да. Как музей зарабатывал? Я понимаю, что посетителей не было. Я понимаю, да, что... Но я имею в виду, что вы говорите, люди работали. То есть это, получается, не было пособия по-простому. Не было... Как музей выживал? Музей выживал... Ну, в том, что всё-таки у нас есть государственная дотация музею, да. Мы национальный музей, у нас эта дотация есть. Но, конечно, у нас есть определённая часть финансов, которые мы должны сами зарабатывать. Естественно, в это время мы почти ничего не зарабатывали, да. Потому что наш доход создаётся из того, ну, заходную плату, которую платят. Потом некоторые услуги ещё там, разные педагогические программы и так далее, и так далее. Мы получили аренду помещений для некоторых мероприятий, но ничего такого, конечно, не было, да. Иногда получили небольшие деньги из-за использования музейных предметов, художественных предметов, там, за репродуцирование и так далее. Но это очень малая часть дохода. И, конечно, мы не разрабатывали. Мы используем так, что у нас годовая дотация, тогда мы, ну, как говорится, использовали эту годовую дотацию. Она ещё не закончилась. Но если не будет никаких бюджетных дотаций ещё, да, тогда последние три примерно месяца, конечно, у нас денег вообще не будет больше. Это время мы, сотрудников, все сотрудники работали, кто отдалённо, кто на месте. Но были такие, вот, например, сотрудники, которые смотрители залов, это, конечно, была большая довольно проблема. Один месяц они получили зарплату как за простой, но это из наших бюджетных средств, никаких пособий других, это не было связано. И тогда, потом мы договорились, что они пойдут в очередной отпуск, который положен по законодательству. Ну и потом, в последнее время мы уже договаривались о неоплачиваемом отпуске. Так что, ну, это всё, всё-таки, ну, переговоры с сотрудниками, и всё, ну, как мы, мы, мы всё это проходили, и сейчас, сейчас, сейчас работают все. Ну да, мы видим по опыту, мировому опыту музеев, когда они закрывались во время этой пандемии, очень многие предлагали онлайн посещение своих музеев, какие-то онлайн мероприятия, в том числе. Вот, может быть, вы можете подробнее сказать, что с художественным музеем? Ну, я могу сказать... И, может быть, что-то останется в будущем. И, сперва, я должна сказать, что Национальный художественный музей, это не только здание на, здесь, на улице Валдемара, да, это и музей Рижская биржа, и музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, и выставочный зал Арсенал тоже, который в это же время закрывался на реконструкцию. И так что у нас работы было очень много, и как раз в это время, когда шла эта пандемия, и мы были закрыты, всё-таки мы очень усердно работали и переправляли все коллекции, которые хранились в выставочном зале Арсенал, там более 30 тысяч произведений искусства было, как раз в это время мы всё это уже перевезли, новые хранилища, которые в Пардаугове, там на улице Полка, улице Полка 8. И это была громадная работа, которую мы сделали, так что я могу сказать, что это время нашим сотрудникам Латвийского национального художественного музея, конечно, работы было очень много. Что было, вот как раз связано с этим онлайн и дигитализацией, и всё, что это, это, конечно, проходило, но как мы смеялись, смеялась наша сотрудница, которая занимается вот в нашем домашнем сайте, да, она музейном, она сказала, что у неё даже больше было работы, чем до этого, потому что, ну, всё, всё время надо как-то, мы поддерживали интерес наших людей. Были рассказы о коллекциях, были какие-то пополнения ещё там, аудио, такие разные мероприятия. И мы сделали такую, можно сказать, онлайн-выставку, где мы показали большое количество наших произведений искусства, которые, вот эти видеоколлекции наших художников, это часто художники, ну, часто люди даже не в состоянии досмотреть до конца, или как, ну, они, это занимает время, да, ну, и мы тогда пришли, так что вот это как раз можно и показать. И, кстати, это по тем, по тем данным, да, которые мы получили, мы видели, что это как раз привлекло очень много внимания, да, потому что там-то было столько просмотров, что этой коллекции, что, ну, отдельных произведений, не всех, конечно, но отдельных произведений, было очень много просмотров, и мы поняли, что это как-то тоже работает. Хотя это, конечно, не то, что это смотреть в выставочном зале, когда огромные экраны и эти проекции все работают уже в полном режиме. Может быть, вы помните, какие именно пользовались самым большим спросом? Самым большим спросом, но это как раз получилось, что это брило время Пасхи, и тогда самым большим спросом пользовался видеоинсталляция с армией художников, с армией Тималиня, Кристо Пакална, которая была связана вот с этим возрождением Кристоса. 6212-93-9, 6213-93-9, звоните нам. Да, ну, все-таки, как вы, как специалист, как ваше мнение, потому что, ну, сейчас мы знаем, что очень многое переводится, и пандемия дала толчок в виртуальный режим. Школьники занимаются виртуально, да, еще масса проводится конференция виртуальная, всякие вебинары виртуально. Вообще, возможно ли вот музеи перевести полностью в виртуальный режим, или все-таки вот это, я понимаю, что нужно музеем зарабатывать, но можно сделать какое-то платное видеопросмотр, ну, или все-таки вот это вот, не знаю, содержание вот этих картин, предмета ворочью, ничто не заменит, никакой экран. Ну, если вы меня спросите об этом, я тогда скажу, что никто не заменит. Но я могу сказать, что все-таки я человек немножко такого, ну, более... Консервативного, да? Консервативного поколения или взгляда в этом смысле, да. Но я все-таки так считаю, и сколько я слышала и познакомилась с опытом, музейным опытом других стран в это же время, да, то все-таки все говорят об этом, что никто не заменит вот этого прямого такого воздействия. Но это много говорят музейные сотрудники. Но я слышала, что так говорят тоже и посетители, и зрители. Так что я думаю, что это верно. Хотя, конечно, новые вот эти все дигитальные возможности, которые ходят, они будут, они будут ходить, но... Ну, вы знаете, всегда говорилось, что, например, кино и, как говорится, уничтожить театр и так далее, и так далее. Телевидение уничтожить, кино, да, и театр. Но этого не случилось. Не случилось, да. Этого не случилось. И, например, о чем я очень жалела это время, что нет, я не могу пойти в театр. Я люблю очень театр, и я не могу пойти, и я все время чувствовала, что это для меня... И по-прежнему нельзя пойти в театр, да. И по-прежнему нельзя, и это для меня самой лично очень большая потеря, да, это время. А вы видели некоторые театры, они делали как раз постановки онлайн, нет? Я видела, я смотрела, я, кстати, смотрела вот эту русскую... Русскую драму имени Чехова. В драме имени Чехова я смотрела наставшего, спектакль наставшего. Черновик, да? Это правильно, первый, не первый, Черновик, да? Но... Вам не зашло такое? Нет, мне было довольно скучно смотреть его. Я как-то, я просмотрела, купила билеты, купила, вот там же билет нужен был. У меня купила билет и всё. Но посмотрела, и всё-таки моё внимание, это не привлекло, мне было довольно скучно. Я так понимаю, что это довольно всё-таки сложно, да. Я не отрицаю, что нельзя будет, например, развивать эту, развивать... И по-своему, и найти какие-то приёмы, которые, ну, действуют, да. Потому что это всё-таки очень... Я думаю, что это очень сложно, да, очень сложно. И мне всё время, я работала, и всё время эти видеоконференции, видеосовещания, откровенно говоря, мне это надоело. Мне действительно надоело. И когда мне позвонили из Балком радио, да, и сказали, вы будете, ну, онлайн, да, или придёте, я говорю, обязательно я приду, потому что я больше не могу это терпеть. Да, вот пока, возвращаясь к музею, пока, наверное, музей был закрыт, у вас, наверное, было время поразмышлять над тем, что... Ну, что, чем вы потом, если так, может быть, такое слово, удивлять будете посетителей? Может быть, есть какие-то латвийские художники, которые, на ваш взгляд, были незаслуженно забыты, и вот пришло время, может быть, всё-таки познакомить более широкую аудиторию с их творчеством? Потому что, на самом деле, у нас есть школа, как мы знаем, своя, да, давняя, и есть, наверное, много художников, ну, которые не столь известны. Ну, знаете, у нас, можно сказать, выставочный план уже... Расписан, да? Расписан на три года вперёд. О! Ну, к сожалению, так есть, и у нас всё-таки как-то очень мало этих довольно таких солидных выставочных залов, и когда закрылся выставочный зал «Арсенал», стало ещё меньше, и сейчас, ну, вся тяжесть легла на вот это наше центральное здание. У нас была... Мы должны были в начале как раз пандемии открыть выставку художника, который вроде бы очень известный, но в той же самой мере и неизвестный в каком-то смысле. Это художник, художник, ну, уже конца 19-го, начала 20-го века, это Рихард Заринч. Рихард Заринч, который является автором латвийских денег, латвийского герба, этих марок, но его жизнь очень интересная в том смысле, что он половину жизни проработал в Санкт-Петербурге. Он учился в конце 19-го века, он учился в Петербурге, в училище барона Штиглеса технического рисования, и он до Октябрьского переворота, он работал в экспедиции денежных знаков России, Российской империи, главным художником, это, ну, годзнак. И очень важные российские деньги, которые тогда издавались, например, посвященные 300 лет и династии Романовых, да, и все эти работы исполнял как раз Рихард Заринч. И он очень известный в этом смысле. И тогда, когда создавалась независимая Латвия, он переехал в Латвию уже, да, и создавал здесь уже то же самое творил, создавал деньги, и все такие вещи, которые, ну, считались как-то даже таким символом, символом государственными, государственными символами. И, конечно, его 30-е годы сделанный вот этот образ пятилатовой монеты с изображением молодой женщины, это стало действительно таким символом, как будто даже такой независимой Латвии в свое время. И вот мы делаем очень большую выставку этому художнику, ему в прошлом году исполнилось 150, его творчество занимает очень много. И там этнография, изучение народных орнаментов, потом и станковые работы, да, рисунки, акварели и так далее, графические работы. Значит, он очень интересно даже и в плакате работал, потом, потом вот эта гералгическая вся сторона его творчества. Да, плакатов очень много известно. Орнамент очень, ну, так явилась такая сильная сторона как раз изучения орнамента и понимания орнамента. Вот мы как раз сейчас устраиваем эту выставку, и 3 июля будем открывать. Так что я думаю, что как раз для посетителей она очень разносторонняя. Это не только вот эти станковые работы, но это очень-очень обширный показ его творчества. Так что я думаю, что это могло бы заинтересовать, потому что вроде бы люди знают об этом, но не могут, не понимают, как широко и как, ну, действительно, обширна его деятельность, этого художника. Да, мы говорили немножко о том, что вот музеи первые вышли из пандемии, ну, если так можно выразиться, во многом потому, что в музее, наверное, проще соблюдать вот эту дистанцию, чем в театрах или кинотеатрах, например. Ну, вот мы за кадром немножко поговорили до эфира о том, насколько охотно люди приходят или нет. И вы сказали, что как-то все еще побаиваются, и до сих пор даже в июне, да? Да, побаиваются, это мы видим. Ну, мы можем сказать, я могу сказать, что мы, ну, каждую неделю мы собираем это число, мы следим за этим числом. За количеством. За количеством, да. И наше Министерство культуры тоже интересуется вот всем этим, очень следит за посещаемостью сейчас. И у нас немножко такая, немножко парадоксальная ситуация, что с одной стороны все-таки, ну, в нашей стране и во всей Европе идет вот этот призыв, соблюдайте дистанцию, не собирайтесь, ну, лучше так, а мы должны вроде бы как-то, ну, пригласить и сказать, приходите к нам, да, приходите. И мы стараемся быть, что, быть таким, ну, местом, где мы стараемся создать такое ощущение, что это, ну, что человек, ну, какой-то безопасности чувствует. У нас сейчас до этого дня, что больше 50 человек нельзя находиться одно время в музее, но мы можем сказать, что еще не было такого раза, когда у нас в музее в одно время, одно время больше 50 человек не было. Самое большое, кажется, было 48 человек, когда было, одновременно находились у нас. Но после завтрашнего дня, сколько я понимаю, тогда уже 100 будет, да. Так что люди приходят, не то что. Первый день приходили такие, как это было очень интересно и, я говорю, и очень трогательно, можно сказать. Приходили люди, даже с цветами, которые говорили, мы так рады, что музей открылся. И это не наши, как говорится, не семейные члены семьи или знакомые. Просто чужие. Да, это было как такой голоток свободы, да? Да, чужие люди, которые приходили, сказали, ой, как мы рады, как мы рады, что музей открылся. И первые, и первые дни как раз были вот такие. И тогда примерно у нас первый день пришло, вот это центральное здание пришло 45 человек. И мы были очень довольны. Очень довольны. Таких самых-самых больших почитателей музея. Ну, так показалось, да. Ну, так в среднем у нас день так от 35 до примерно 60 человек. Так приходит. Ну, нам это неплохо с учетом всей этой ситуации. Я думаю, что сколько я так вчера узнала, что наши показатели, ну, если сравнивать вот с этими музеями, государственными музеями, так наши посетители, наши показатели, третий лучший результат, можно сказать. Ну, первое, это, конечно, Рундала, и второе, это Турайда, это Сигулда, да, Турайдский замок. Вот, если мы чуть-чуть, ну, отмотаем пленочку назад на то время, которое было до пандемии, вот ваше наблюдение, если мы говорим об иностранцах, которые посещали музей, это в основном были какие-то организованные туристические группы, или люди знают музей, они уже посмотрели по интернету и целенаправильно сами приходили? Я могу сказать, что такие организованные группы, групповая посещаемость, это, конечно, те музеи, которые под открытым небом, ну, вот, например, тоже, вот, как я сказал, Рундала, Турайда, этнографический музей, но наш главный иностранный посетитель был этот, ну, который один приезжает. Он знает, и, кстати, летом у нас была, мы столько языков слышали в нашем музее, да, что, ну, из всего света приезжали, и мы были очень рады, и, конечно, мы немножко были уже разбалованы, да. Сейчас вот этого посетителя нету, этого посетителя нету, ну, появляется, сколько я знаю, появляются некоторые эстонцы и литовцы, но, конечно, нет этого туриста, и это очень важно для музеев, это очень важно. Но я думаю, что сейчас начнут летать самолеты, наверное, появится и такой зритель, но, конечно, это все очень-очень сложно, и как мы будем действительно все, а еще это организовать и все. Но главное, что, чтобы никто не заболел в музее, мы это очень-очень следим и очень, откровенно говоря, боимся, потому что это время, конечно, мы как-то проскакали, у нас не было никаких проблем с этим. Вот вы сказали, что очень важно, чтобы именно был турист иностранный, как посетитель. А это из-за доходов или из-за престижа? Почему именно иностранный турист так важен? И то, и то. И то, и то, конечно. Потому что если приезжает турист, и он приходит, значит, ему это нужно, и он интересуется этим. Значит, мы каким-то образом, ну, то, что наше предложение, это каким-то образом знакомо, но это доходы, конечно, если, чтобы больше приходило, тем лучше. Например, мы должны были зарабатывать в год 700, у нас этот план доходов был 720 тысяч. Так что, ну, в этом, я думаю, что мы до половины не затянем. Даже до половины? Да, я думаю, что даже, да. Потому что есть такое, пока такое чувство, что примерно у нас, мы так считали, что приходит одна десятая или одна пятнадцатая часть тех посетителей, количеств, которые было до этого летом. И даже когда у нас хочется верить, там, через несколько месяцев отменятся вообще все ограничения, вы не ждете, что возвращение будет таким же стремительным, падение? Я думаю, что возвращение стремительным не будет. Я все-таки считаю, что мы должны будем каким-то образом опять, ну, нашим зрителям доказать, что мы, во-первых, интересны, и во-вторых, что безопасно к нам ходить. Раз уж мы еще заговорили про демографию, про тех, кто посещает музеи, по моим личным наблюдениям, потому что у меня очень много друзей есть там в художественной сфере или около художественной сферы, что наш музей пользуется какой-то удивительной популярностью среди молодежи. Очень много действительно молодых людей, которые активно ходят в музей. А вот я вижу по вашему удивленному лицу, что… Как мне приятно это слышать! А вот, ну, раз вы так удивились, с вашей стороны, это, видимо, не так выглядит? Нет, ну, в принципе, выглядит, мы видим, видим молодых людей, довольно много мы видим, да. Может быть, это связано с тем, что у нас все-таки это предложение, но то, что мы предлагаем зрителю, да, что это не только такая, ну, как говорится, классика какая-то, но и современные проекты, и современное искусство все-таки тоже мы предлагаем. И я думаю, что мы очень активно, мои коллеги как раз в отделе коммуникации и просвещения, они очень активно тоже работают в соцсетях, и мы, я думаю, что мы знакомы, да. Ну, вот вы еще говорили, что сдаете свои помещения иногда, и зачастую, я знаю, там проходят выставки молодых тоже художников современных. Вот, опять-таки, есть ли планы какие-то, есть ли какие-то уже люди, которые просятся стучаться в двери? Просятся стучаться в двери. У нас как раз во время пандемии, ну, когда мы закрылись, была выставка молодого художника Эрикс Апаляйс, выставка, там интересная выставка, очень такая, с другим таким характером. И мы все это время держали эту выставку, когда открылись, еще две недели была выставка открыта. И, конечно, сейчас такие современные проекты будут, будут, проекты современного искусства будут в конце, ну, можно, начиная с осени, начиная с осени в нашем музее. Это же четвертый, там четвертый, купольная часть, четвертый этаж, да, где там выставочные залы. Да, даже летом, даже летом начнется, там будет художница, не художница, а скульптор Олга Шилова будет выставляться с двумя студентами в купольном зале. Ну, это такие, может быть, спорные даже, может быть, проекты, да, но мы будем открывать, давать им помещение. Руководитель Латвийского национального художественного музея. Латвийского, да. Давайте примем, одевайте, пожалуйста, наушники, у нас есть звонки, будем их принимать. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Да, пожалуйста. Вот ваш гость сказала, что ежегодный доход, раньше был до пандемии, примерно 720 тысяч евро. Но если считать, в году 365 дней, получается 2000 в день, не считая, считая в субботу, выходные, праздничные и так далее, и так далее. Это в самом деле так или какая-то ошибка, и второй момент. Если это так, то тогда, наверное, еще какие-то есть статьи доходов. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо. Спасибо вам за вопросы, и спасибо за пожелания. Это действительно так. Мы даже некоторые годы зарабатываем еще больше. Было у нас еще больше, почти до миллионов доходили доходы наши. Но там ходная плата музейная, там вот разные даже другие услуги. И мы иногда арендуем, как я уже сказала, помещения для разных мероприятий. И это в нашем центральном здании, это вестибюль третьего этажа, этот нарядный вестибюль. И, конечно, все наши расценки можно увидеть в нашем сайте. Там есть, где мы наши, ну, то, что можно у нас делать. Так что это действительно так. Там никаких других уловков нет. Так что там так. А, кстати, по поводу доходов, раз уж спросил, хочется упомянуть, господин Пунтулась, наш министр культуры, он пару недель назад сказал, что вот, наконец, министерство культуры добилось того, что какое-то финансирование им пришло помощь. Какая-то часть от этого уже говорилось, идет музей или пока нет? Музею, это уже известно, это даже опубликовано, что 460 тысяч из этих денег идет на Латвийском национальном художественном музее. Этого достаточно? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да. Да, мы еще говорили о туристах, о туристах из других стран, и один из инструментов, который помогает туристам, это аудиогиды с разными языками, разными переводами. Скажите, планируете ли вы какие-то, может быть, новые языки, в них делать или это пока еще не проблема текущего дня? Вы знаете, я думаю, что пока еще это не так проблема, но мы должны об этом думать. И у нас как-то очень такие интересные предложения от посольств других стран. И нам помогли две посольства в создании аудиогида в других языках. И это очень интересно. Это у нас будет аудиогид в корейском языке. Да, это очень интересно, потому что к нам обратилось посольство Кореи, и они финансировали создание аудиогида. И у нас мы как раз эту пятницу будем, ну, как говорится, открывать этот аудиогид. А второй? Второй украинское посольство, и на украинском языке тоже. Но сейчас мы, как говорится, очень ждем, нам нужны эти туристы из этих стран. Особенно из Кореи, конечно. Да. Кстати, по-моему, из Китая и из Японии были у вас, ну, до пандемии, разумеется. Били, были, да. Да, вот какие, понятное дело, что есть языки самые популярные в Европе, это английский, немецкий, французский. Но есть ли какой-то принцип, по которому вы выбираете, какие языки добавлять в аудиогиды? Ну, не считая, когда просто приходит посольство и предлагает. Нет, ну, вот эти, действительно, которые назвала, эти посольства сами приходили, и это немножко даже нас удивило, откровенно говоря, потому что не так много уж приходит посетителей из этих стран. Но это сперва у нас самые, самые, как говорится, популярные, но, конечно, нам надо, надо увеличить число языков. Ну, это, как говорится, вопрос денег, конечно, да. Но нам надо увеличить, у нас нужен обязательно немецкий, сколько мы понимаем, французский нужен, у нас нету этих еще, но надо это делать. А какие сейчас есть, английский, латышский? Английский, русский. Английский, русский. Теперь еще украинский и корейский. Украинский и корейский, да. Очень интересная подборка. Этот подбор действительно такой любопытный, но это мы очень оцениваем, что вот, ну, действительно, эти, ну, государства, да, заинтересованы, да. Вот, что касается экспозиции, есть ли, наверное, у музейных работников, которые тоже присматриваются, что больше всего привлекает внимание, вот, посетителей, какой-то топ, вот, тех работ или тех залов, тех экспозиций, где всегда собирались, ну, по крайней мере, до пандемии больше всего людей? Ну, я должна сказать, что, если мы говорим о постоянной экспозиции, то, конечно, постоянная экспозиция все-таки это те части музея, которые больше всего посещают туристы. Туристы, да. И учебные, когда программы, тогда это школьники и так далее. Наш, например, наш посетитель, который, ну, чаще приходит, он приходит на выставок больше всего. Конечно, посетителей заинтересовывает больше классика, ну, это, это, естественно, это уже такие отработанные ценности. Конечно, может быть, какие-то знаменитые картины, да. Это больше, конечно, это Пурвитис, это Розенталс, это те авторы, те авторы, потом 20-е, начало 20-х годов вот этот классический модернизм, конечно, интересует, потом у нас вот это сравнительно большой зал, посвященный Густаву Клуцису, да, и это, но это тоже больше как-то таких специалистов привлекает. Но такой интерес мы видим и к искусству второй половины 20-го века, особенно это 70-е, 80-е годы. И сейчас у нас идет такая программа, когда мы все увеличиваем показ, хотя у нас помещение довольно ограниченное, увеличиваем показ фотографий Латвии. И у нас такая идея, что мы уже в конце этого года будем еще увеличить вот как раз экспозиции фотографий, потому что мы видим, что посетители это очень привлекают, интересуют. И у нас, к сожалению, было так, что, ну, художественный музей как-то на фотографии долгое время, но это были и 70-е, и 80-е годы, долгое время особенно внимания не обратил. Но сейчас все это изменилось, и у нас вот эта программа, во-первых, мы постепенно закупаем работы там этих фотографов, там и, ну, разные бинды, янайтис, бредис, рука, спорис, гранц и так далее, и так далее. И будем это показывать больше в экспозиции. Так что, ну, такие материалы. Если мы говорим о других музеях, да, ну, это, например, художественный музей Рижская биржа, да, но там вся экспозиция вот как раз и коллекции музеев, вот это западнеевропейская живопись, потому что у нас сравнительно хорошая коллекция, и все это нормально. Нам надо уже подходить к концу, но, может быть, один быстрый вопрос. Очень мы говорили немножко о хранилище, вы упоминали, которое будет в Пардолгове, которое уже есть в Пардолгове, да, 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 в декабре открылось, извините. И вот вы говорили, как перевезли туда все, 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 что вы хотели туда перевезти. Что сейчас, какие работы там планируются, что, что, что делается, какие планы по поводу этого помещения? Ну, там сейчас перевезено все, но все это надо развесить, разведные счеты и полки и так далее, и так далее. Все надо сделать, все так, как положено. Но там будет, у нас тоже будет одна экспозиция, которую мы где-то в осенью будем открывать для посетителей тоже. Это будет такая, ну, такая, как школьная экспозиция, да, вот этих скульптур, древнегреческих и древнеримских скульптур, копий скульптур, которые в свое время были расположены в Музее зарубежного искусства в Рижском замке. Может быть, кто-то из слушателей все это помнит. И сейчас как раз мы работаем, и вот как раз тоже во время пандемии сотрудники уже работали над тем, чтобы там создавать вот такую, ну, такую учебную, школьную экспозицию вот этих произведений. Спасибо. С нами сегодня с утра была руководитель Национального художественного музея Латвии Марла Ца.